Здравствуйте! В эфире 7 дней. Студия Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. Район упущенных возможностей или кому в пестрецах жить хорошо. Расследование от наших корреспондентов. Сначала они писали, что его нет в списках, а потом уже, что не хватает денег, средств. Что есть? Недоступные лекарства. Почему люди не могут получить жизненно необходимые препараты? Милан и Казань – это города, где очень тесно переплетены современность и старина. Визит в Милан. Внушительная делегация из Татарстана провела два насыщенных дня в Италии. Как это было? Россия – страна возможностей, Россия – страна контрастов. Как это ни удивительно, одно не отменяет другого. И все то же самое относится и к Татарстану. Взгляните на карту республики. Вы увидите на ней, так же, как и в России, в целом регионы условно богатые и регионы безнадежно дотационные. Правильно ли то, что бедные территории фактически живут за счет регионов финансово самодостаточных? В принципе, такое выравнивание даже необходимо. В этом правда жизни. Об этом говорил и Владимир Путин на этой неделе на своей большой пресс-конференции для журналистов. В огромной России всего-то 12 регионов-доноров из 85. В Татарстане ситуация в чем-то схожая. И, понятное дело, республика, вкладывая серьезные ресурсы в развитие таких территорий, как Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Набежные Челны, вправе ждать от них большего, чем от тех же сельских районов. Но при этом мы не можем и не должны стимулировать иждивенческие настроения у глав районов. Районы обязаны сами больше зарабатывать, тем более, когда такие возможности у них точно есть. Одним из таких районов чемпионов по упущенным возможностям можно назвать пестрецы. Район, конечно, не самый бедный. Если взглянуть на общереспубликанские рейтинги, скорее относится к районам-середнякам. Но, учитывая его потенциальные возможности, близость к Казани, он просто обязан быть в лидерах. А этого не случается, считают местные фермеры, предприниматели и просто жители, по причине низкой эффективности руководства района. Стоит только людям прийти во власть, так сразу собственные интересы становятся для них важнее интересов простых людей. Подробности в нашем расследовании. Люди в Шивы, дети уже в Шивы приходят. А баню закрыл Дьяров, глава администрации. Такое редкое, казалось бы, для современного человека заболевание, как педикулез, для жителей поселка Ленина-Кокушкин стало уже рядовым явлением. Причина массового появления этих паразитов на малой родине Ильича местное население сводит к одному. К отсутствию элементарных санитарных условий. 1 ноября 2013 года была закрыта единственная общественная баня в поселке. С тех пор местные жители, а это порядка 4 тысяч человек, гигиенические процедуры выполняют по мере своих финансовых возможностей. 10 тысяч пенсии получаю, а еду в пестрице, такси занимаю 150 туда, 160 рублей баня, обратно 160 рублей. Где я возьму денег-то столько? Вот сейчас муж стал, инвалид, тоже. Он бы тут пошел, помылся. Всю жизнь свою положил в этом совхозе. 44 года работал, неужели не достоин он бани? Им бы хоть одну общественную баню, да на весь поселок. Но, по-видимому, для Пестричинского района это непосильная роскошь. Социальное расслоение общества, вот он характерный признак Пестричинского района. Где кому-то лубяную избушку построить не по силам, а кому-то и царские хоромы малы. Вот пригородный поселок Званка. От Казани всего-то километров 20. Здесь уже давно обосновалась местная элита. Сам глава района Эдуард Диаров здесь имеет небольшой коттеджик по меркам местного бомонда с выходом на озеро. Этот участок земли он получил еще в 2006 году как молодой специалист из села Конь Пестричинского района. Удивительное дело, молодой специалист живет и работает в одной деревне, а землю от государства получает в другой, в той, что покруче будет. Еще один участок земли в том же элитном поселке Званка семья Диаровых обрела уже в статусе многодетной семьи. Практически в центре поселка Пестрецы, рядом с домом бывшего главы района, вон он стоит с желтой крышей, есть одна большая огороженная территория. Здесь примерно 23 сотки земли. Ее выделили всего лишь одной многодетной семье. Согласитесь, весьма щедрый подарок. Таких привилегированных многодетных семей в Пестричинском районе, к сожалению, а может быть и к счастью, только две. Это семья главы и районного прокурора. Выделение участков нужным людям в Пестрецах стало уже обычной практикой. За бесценок участки получали руководители различных уровней. Если учесть всех знакомых и родных районной администрации, то список претендентов на дармовую землю получится необъятным. Но такую толпу с такими-то запросами пригорода Казани через несколько лет точно не хватит. Большинство договоров аренды и договоров купли-продаж земельных участков заключается без проведения торгов. Так, за 2014 год на торгах реализовано 16 земельных участков, а без торгов 56. За 11 месяцев 2015 года все участки реализованы без проведения торгов. Подобная практика не способствует пополнению местного бюджета. Земля в Пестричинском районе раздается весьма незамысловатым образом. Вот, к примеру, 23 января 2017 года некий Ильдар Шигапов получил вот этот участок муниципальной земли в той же деревне Званка от государства в аренду. Чтобы оформить землю в собственность, нужно построить на нем дом. Так вот, уже 14 августа оформляется договор купли-продажи. Это значит, что на участке к тому времени уже было возведено строение, которое через полгода исчезло загадочным образом. Но самое удивительное в этой истории то, что участок земли на территории элитного поселка, в лоне природы, близ Казани, площадью чуть менее полутора тысяч квадратных метров, Шигапову обошелся всего-то в пять тысяч рублей с копейками, когда здесь одна сотка земли оценивается от 100 до 150 тысяч рублей. Рыночная стоимость такого вот участка в 15 соток полтора миллиона, как минимум. Отсюда возникает вопрос, как можно получить 15 соток муниципальной земли в пригороде Казани всего за 5 тысяч рублей? Кто этот загадочный господин Ильдар Шигапов, имеющий такое влияние и такие связи? Как оказалось, Ильдар Шигапов фигура весьма знаменитая и не только в районе. Учредитель множества компаний, в том числе и ДСК «Прогресс». Сокурсник нынешнего главы района Эдуард Дьярова по Аграрному университету Ильдар Шигапов в зону критики антикоррупционных служб попадал не раз. Согласно отчетам Федеральной антимонопольной службы, именно компанией ДСК «Прогресс» отводились объемные муниципальные контракты в районе. В том числе по капитальному ремонту школ в деревнях, работы по благоустройству территорий, содержанию дорог, тротуаров в самом селе Пестрицы. Только в 2014 году «Прогрессу» отошли контракты почти на 20 миллионов рублей. Почти миллион рублей фирма получила за озеленение парка в Пестрицах. Только вот руководство «Прогресса» жар загребало чужими руками. Общими силами учителей, воспитателей, технических работников мы всю черновую работу выполняли. Благоустроили вот все эти территории. Просто по разнарядкам звонят из полкома, говорят по 4-5 человек. Каждый день, каждая школа, каждый детский сад выделяли столько количества людей. В то время, как приближенные к районному главе фирмы гребли деньги лопатой, рядовые учителя перед важными событиями безвозмездно разгребали с улиц мусор и грязь. Теперь уже бывший чиновник районного отдела образования Александр Аргаков, который встал на защиту педагогов, за свою прямоту поплатился сполна. Он был уволен настолько быстро, что даже не успел осознать, за что. «Когда я лежал в больнице, пришла делегация от исполкома для вручения трудовой книжки и распоряжения исполкома. В больницу?» «В больницу они пришли. Только своим, только своим. А мы же, мы работяги. Мы вот привыкли, значит, своим трудом, своей силой, своей энергией, своим знанием. А, значит, ты не наш, обзор, ты не наш». Если ты не в системе, значит, против нее. Председатель фермерского хозяйства Замир Гемранов на 60 сотках земли хотел бы вырастить яблоневый сад и построить в деревне цех по переработке фруктов. Есть проект, технологии, инвестиции, есть даже одобрение Министерства сельского хозяйства. Нет только подписи главы, которого почему-то даже не прельщает перспектива создания новых рабочих мест в районе. «Я в этом районе в 46 сработаю руководителем, работаю. Я работал всякими главами, но такой глава, конечно, я не знаю. Для нас район только обоза, одна обоза». «Ну, обидно, поскольку у народа сейчас без работы остались многие, серьезно». Такая же ситуация в деревне Юнусова. Когда-то здесь было подсобное хозяйство завода «Компрессор Маш». После того, как завод избавился от своих непрофильных активов, старожилы села, которые сами создавали и работали долгие годы в этом подсобном хозяйстве, в своей родной деревне, обратились к главе с просьбой передать им в управление земли и имущество. У них были грандиозные планы по модернизации ферм для крупнорогатого скота. По планам, свыше 40 человек деревенских жителей могли остаться при работе, но глава района, как уверяют местные жители, по известным причинам не пошел навстречу. Хозяйство было передано своим людям. Теперь в КФХ «Довлетшин» выращивают не коров, а овец. Из деревни Юнусова работает всего-то три человека. Руководителю фирмы Айрату Давлетшину, близкому другу семьи главы, все это добро упало как манна. Меня обидно за державу, обидно меня. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. Семь дней. Как мы уже сказали, на этой неделе одним из главных политических событий в стране стала большая пресс-конференция Владимира Путина. 1640 журналистов из разных уголков нашей необъятной родины и из-за рубежа приехали в Москву, чтобы спросить у лидера страны о наболевшем. И по традиции размах интересов и вопросов у журналистов такой же безграничный, как и сама Россия. От вопроса про Дональда Трампа до пенсионного возраста, от проблем с изучением татарского языка до допингового скандала. Не иначе формат вопрос-ответ наиболее приемлемая форма изложения повестки дня на будущее. Президент не только идет на выборы, но и будет баллотироваться, опираясь на поддержку народа, как самовыдвиженец. Основной, но не единственный кандидат на предстоящих выборах. В Татарстане особенно ждали ответа Путина на вопрос о языковой проблеме. По этому поводу были заготовлены и броски, и плакаты со словом «Татарстан», аккредитованы журналисты разных изданий. Вопрос прозвучал, но, на мой взгляд, не слишком внятно и остро. Такой же общий был и ответ Путина. Ренат Ахмедзянов обсудил с экспертами пресс-конференцию Путина и сейчас расскажет обо всем подробнее. Путин победитель, Путин триумфатор. Еще не состоялись партийные съезды по выдвижению кандидатов-конкурентов, но сценарий избирательной кампании известен. Путин решил вести страну дальше, и значит, так тому и будет. И потому формат пресс-конференции принимает предвыборный характер уже в первых вопросах. – Зачем вы идете на выборы? – И вам самому не скучно? Насколько вам интересно участвовать в выборах без сильного конкурента? Однако Владимир Путин замечает в зале дерзкий, как казалось, плакат с пожеланием скорейшей отставки. – Я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано «Путин, бай-бай». Ну вот, давайте заострить. А, бай-бай. А, господи, бай-бай. – Сегодня все меня боятся. Здесь написано «Путин, бай-бай». Это по-татарски. Дедушка Путин. Так вас называют. – Нашу республику и многие регионы в этом году всколыхнул языковой вопрос. Мы, конечно, переживаем, не будет ли нам хуже. Принято решение Министерством образования, но мы хотим услышать. Не поднимете ли вы через год, через два, через три снова этот национальный вопрос? И не стоит ли в ваших планах укропнение регионов, о котором сейчас все говорят? Очень переживают. Так неожиданно для организаторов пресс-конференции вопрос о татарском языке отодвинул более актуальную тему, предстоящего участия в выборах президента и его конкурентов. Ответ Владимира Путина по форме и по сути соответствовал характеру вопроса. У нас нет никакой остроты в сфере национального, так выразились, вопросы. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно – создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни. И если люди будут знать свой национальный язык и будут отставать в языке межнационального общения, в русском языке, преподавание в ведущих вузах страны ведётся на русском языке, мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вы услышали ответы? Если это можно назвать ответом, я услышал. В Татарстане не только языковая проблема, проблема понижения статуса татарского родного языка от уровня обязательного школьного преподавания до факультатива, до добровольного, по заявлению. А ответ Путина, к сожалению, он меня не то что разочаровал, а больше удивил. Он не знает положение. Он примерно так ответил, что то большинство татар, которые проживают за пределами Татарстана, лучше, чем положение, чем татары здесь. Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского. У меня сложилось впечатление, что Владимир Владимирович не вполне владеет нюансами ситуации. Если будут изучать татарский язык, то проиграют в карьере в будущем. Но он никак не акцентировал государственный язык, негосударственный, в обязательную часть программы включать. То есть с этой точки зрения все остается по-прежнему, только на добровольной основе. Языковая проблема была скомкана, надо признать. Она просто была скомкана. Нам не повезло, что вопрос о Татарстане был в тот период пресс-конференции, когда Путин был не разогрет. Вот если бы эта девочка с плакатом вынырнула бы через час, через два часа, тогда все было бы по-другому. Он был так уже красненький, живой, и может быть там был другой разворот. Вышла с плакатом Путин-Бабай. О чем это? Сама она говорит, что у нас в Татарстане Путин называет Бабаем. Это дезинформация. Путин у нас в Татарстане никто не называет Бабаем. У нас Бабаем в Татарстане называют одного человека. Вы знаете кого? То, что президент говорит о том, что во всех республиках должны изучать свои языки, что любой народ должен иметь право изучать свои языки, это принципиально правильно. Другое дело, что любые мысли президента, к сожалению, у нас часто принимаются как немедленная вещь, когда немедленно притворить жизнь. Я ведь думаю, что Путин не все докладывает, к сожалению. Мне кажется, что здесь была просто повторена позиция федерального центра. Собственно, эта позиция легла в основе того решения, которое принял Государственный совет Республики Татарстана. Кто какой язык знает, тот о том и говорит. И если человек разглядел, соответственно, бай-бай, то значит он разглядел просто английское словосочетание. Мне кажется, в этом ничего неожиданного нет. И искать какие-то большие политические подоплеки я бы не стал. Я видел выступление Путина в Яшкарале. То есть это не была какая-то импровизация, это была заготовка, и каждое слово было продумано. И обратите внимание, что фактически сверху, просто через вертикали власти, была продавлена одна определенная позиция. Без обсуждения с гражданами, без учета мнения разных групп. И эта позиция через прокуратуру, через вот этот механизм выполнения президентских поручений, она была доведена до завершения. На мой взгляд, история не закончена. То есть это будет иметь продолжение. Я не согласен с тем, что вчера на пресс-конференции была поставлена точка в этом вопросе. Вторая часть ответа президента на вопрос журналиста из Татарстана содержал обсуждаемую и вытекающую из логики развития событий тему укропнения регионов. Здесь глава государства был краток, и ответ его был безальтернативен. Если говорить про экономическую целесообразность, то тогда, конечно, наверное, иногда есть смысл в этом укроплении. Мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Никаких государственных планов по укропнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет. Ну, предполагался, такой вопрос будет, ждал его и, конечно, очень внимательно слушал ответ. Я должен сказать, что из ответа следует, что ничто не исключается. То есть, Путин однозначно сказал, что никакой госпрограммы укропнения нет и не будет. Госпрограмма. И никто не будет навязывать конфигурацию регионов сверху. Но он оставил форточку открытой. А представим себе, что проявили инициативу снизу. И вдруг это, оказывается, получает поддержку, получает широкую поддержку. Что тогда, значит, получается, что это возможно. Я думаю, что сейчас на первый план выходит социально-экономическое развитие республики. Если мы себя будем показывать как регион, достаточно стабильно занимающий первые места и позиции в различных рейтингах экономического и социального развития, то это нам будет только на пользу. И в этом плане для Татарстана ничего не изменится. Это самое главное. Самое главное, чтобы мы не были, например, локомотивом для тех регионов, которые являются депрессивными. Чтобы нас не заставили делиться нашим бюджетом. Ренат Ахмедзианов, Роман Безменов. Семь дней. Застать врасплох такое ощущение на пресс-конференциях Владимира Путина почти невозможно. Я сколько их наблюдаю, такого не помню. Президент уверенно держится, отвечая на вопросы по любой проблематике. Малый бизнес, финансовые сферы и банки, вопросы внешней политики, социальные вопросы. В этот раз Путин еще раз подтвердил, здравоохранение остается приоритетным направлением для России. Из положительного, финансирование медицины на следующий год будет увеличено на 4,1%. Хватит ли этих средств на все нужды здравоохранения? Уже сейчас можно констатировать, что, к сожалению, вряд ли. На основании чего такие выводы? Да хотя бы на основании обращений даже в нашу редакцию по теме медицины и лекарственного обеспечения. Увы, число таких звонков к нам в 7 дней не снижается, а скорее даже наоборот. На этой неделе поводом для сюжета послужили обращения льготников, как федеральных, так и республиканских. Люди жалуются на то, что лекарства стали для них недоступны. То есть прописанный врачом жизненно необходимый препарат, а для этой категории граждан он выдается бесплатно, они получить не могут. Наш корреспондент Сергей Темляков изучил ситуацию. С сентября месяца нас лишили того, что мы можем получать бесплатный гидролизат белка. Это заменитель белка получается. Три месяца спасают добрые люди, говорит Наталья Малюк. Таких в набережных Челнах немало. Крик о помощи услышали и в московском благотворительном фонде. Прислали посылку со смесью. Наталья отмечает, ее дочь Ксения региональный льготник. Когда ей было 5 месяцев, врачи поставили диагноз фенилкетонурия. Вот эта вот баночка гидролизата белка, она стоит вот цена 8,364. Таких баночек нам надо на месяц 5. Зарплата, признается Наталья, у нее на порядок меньше. Дочку растет одна. Смесь Ксения принимает 4 раза на дню, чтобы почувствовать жизнь. Рацион у девушки небольшой. Только диетические продукты на крахмале. И тут помогают меценаты. Ведь большинство можно найти только на заказ. И стоят они немало. Ксении нельзя привычный нам хлеб, молочные продукты, мясо, рыбу, каши. Я обратилась в поликлинику, на каком основании, значит, мне было отказано. Мне ответили, что обеспечивают дошкольного возраста и школьного. Все, с 18 лет нет. До 18 лет мы растим. Ребенка как бы вкладываемся в него, получается. А после 18 лет, что с ним дальше? Что он? У него что-то изменилось в организме, что ли? Отмечу лишь одну деталь. Ксения сейчас вовсе не 18, а 20 лет. Наталья обратилась за помощью в Министерство здравоохранения. Ждет ответа. Чтобы мне выдавали антибиотик ингаляционный через неблазер вот такой. Я дышу им. Мне становится легче. Лилия Радяхина из Казани. Девушка отмечает, вынуждена была подать в суд из-за того, что никак не может получить два препарата, которые входят в ее список жизненно важных лекарств. Самой купить не по силам. Ведь, к примеру, цена одного из этих препаратов только в месяц более 100 тысяч рублей. В 14 лет Лилии поставили страшный диагноз – муковисцидоз. Это нарушение функции органов дыхания. Сначала они писали, что его нет в списках, а потом уже, что не хватает денег, средств. То есть, как выделят, так и закупят мне его. 10 ноября, отмечает Лилия, судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики вынесла решение по апелляции. Вот цитата. Обязать Министерство здравоохранения организовать обеспечение Радихиной лекарственным препаратом «Томбромицин» на основе решения врачебной комиссии. Ну, уже прошел месяц, пока никаких изменений нет. Ничего не выдали. Юрист, который помогает Лилии, Фарид Ахмадуллин, отмечает, они продолжат добиваться выдачи и второго препарата. Фарид представляет интересы пациентов не только в Татарстане, но и по всей стране. Приводит статистику. В этом году в ассоциацию «Спасти» и «Сохранить за помощью» именно в лекарственном вопросе обратились 50 человек. Порядка 25 процессов – это только на Татарстан приходится. То есть 50%. Остальные регионы пытаются либо как-то в досудебном порядке все это решить, обеспечить, либо когда уже подается исковое заявление, тут же организовывают аукционы. У меня самое редкое заболевание – легочная гипертензия. Лилия Ярулин отмечает, что она уже прошла через суды, тот путь, в начале которого ей тоже сказали «нет». В 2012 году она решила создать ассоциацию «Спасти» и «Сохранить». Сегодня она помогает людям с редкими заболеваниями по всей стране. В ассоциации сейчас более 50 человек. Не только в Татарстане есть проблема. Существует проблема, скажем, глобальная в регионах. Наверное, это надо как-то решать законодательно, чтобы эти заболевания редкие, дорогостоящие были на бюджете именно федерального. Лекарства в большинстве случаев, по которым обращаются, это дорогостой. То есть требует порой не один миллион. У нас есть пациенты, которые 40 миллионов, 50 миллионов в год. Поэтому поиски такой суммы, они, конечно, сложны. Мы всегда работаем совместно с Мездравом. В федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения отмечают. В этом году наблюдается небольшой рост обращений, связанных именно с лекарствами. За 11 месяцев поступило 330 сообщений. Вместе с Любовью Шайхудиновой составляем топ-3. Больше всех жаловались пациенты, страдающие астмой, почечной недостаточностью и онкологией. В этом году мы выдали Министерству здравоохранения 8 предостережений. То есть это факт, когда мы озабочены, крайне озабочены ситуацией. И требуем немедленно ликвидировать задолженность перед пациентами в обеспечении лекарственными препаратами. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Милан и Казань – это города, где очень тесно переплетены современность и старина. Визит в Милан. Внушительная делегация из Татарстана провела два насыщенных дня в Италии. Как это было? В понедельник Рустам Миниханов на улице Петербургской в Казани открыл дом предпринимателя. Многофункциональный центр будет предоставлять более 180 услуг в режиме единого окна. Первый этаж здания заняли многофункциональный центр услуг для бизнеса и отделения Сбербанка. На втором этаже разместился региональный лизинговый центр. Третий этаж дома предпринимателя в ближайшее время займет учебный центр. Выступая на открытии центра, Рустам Миниханов поблагодарил руководство Сбербанка и лично Германа Грефа за поддержку в реализации проекта. На первоначальном уровне нужно растиражировать такую схему работы с бизнесом на уровне региона с возможным выходом на федеральный уровень, отметил Рустам Миниханов. В четверг под председателем Фарида Мухаммедшина состоялось заседание президиума парламента. Было принято решение, что 34-е заседание Государственного совета 5-го созыва состоится 21 декабря. Будут рассмотрены 23 вопроса. В четверг Рустам Миниханов наградил победителей конкурса 50 лучших инновационных идей для Татарстана. В этом году на участие в нем поступило 1864 заявки. Награду достоились 139 конкурсантов в 8 номинациях. Рустам Миниханов отметил, что за 13 лет конкурс превратился в одно из значимых республиканских событий в сфере инноваций. В этот же день в губернаторском дворце Казанского Кремля Рустам Миниханов встретился с временно исполняющим обязанности главы республики Дагестан Владимиром Васильевым. Делегация Дагестана на этой неделе находилась с рабочим визитом в Татарстане. «Нам хотелось бы далее выйти на новое соглашение, подписать некую дорожную карту и план мероприятий в части сотрудничества. Нам надо активизировать наши торговые отношения и отношения в культуре, образовании и других направлениях», – сказал Рустам Миниханов. В свою очередь Владимир Васильев поблагодарил за возможность приехать в Татарстан изучить опыт по многим направлениям. Продолжаем семь дней. На этой неделе очень насыщенные два дня провела представительная татарстанская делегация во главе с президентом республики Рустамом Минихановым в Италии, а точнее в Милане. Компанию Рустаму Нургалеевичу составили руководители крупнейших предприятий Татарстана – Таиф Альберт Шагабудинов и Татнефть Наиль Маганов. Министры сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, промышленности и торговли Альберт Каримов, руководитель агентства инвестиционного развития республики Телья Минулина, генеральные директора Казань-Оргсинтеза Фарид Минигулов и телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, председатель торгово-промышленной палаты республики Татарстан Шамиль Агеев и многие другие. Причем график встреч, совещаний и конференций был настолько плотным, что татарстанцы на какой-то момент забыли, что Милан считается мировой столицей моды и стиля. Акцент был сделан на другое, к слову, не менее важный статус этого города. Как-никак Милан – это еще и столица Ломбардии, самого богатого региона Италии, да и, пожалуй, Европы в целом. Только несколько цифр. Сегодня в состав Ассоциации промышленников Ломбардии входит около 6 тысяч предприятий, в которых работает 350 тысяч человек. 90 предприятий в Ломбардии имеют оборот более 1 миллиарда евро. Для сравнения, в Мюнхене таких компаний 60, в Барселоне – 30. Подробности визита прямо сейчас. Зима в Милане – это примерно как начало октября в Казани. Температура плюс 6, плюс 7, ветра почти нет, как нет и снега. Здесь его практически не бывает. По мне, так комфортно гулять по Милану в легких куртках и даже в костюме, но местные жители и гости столицы моды кутаются в теплые шарфы, одевают меховые шапки и даже шубы. Как-никак Новый год и Рождество совсем рядом. А какое новогоднее настроение в куртке? Приятная предпраздничная суета и атмосфера в центре Милана ощущаются сразу. Сразу видно, здесь умеют получать удовольствие от жизни, отдыха, шоппинга и развлечений. Но это вечером. Утром и днем Милан – типичный европейский деловой центр. Со своим четким быстрым ритмом, где нет места расхлябанности и невнимательности. Визит делегации из Татарстана расписан четко по минутам. И первый его пункт не вызывает сомнений. Делегацию из республики во главе с ее президентом Рустамом Минихановым принимает у себя в офисе президент Ломбардии Роберто Морони. Ломбардия – ведущий из самой богатой региона Италии, со столицей городом Миланом. На Ломбардию приходится 22% ВВП Италии, 31% импорта и 27% экспорта Италии. В ходе встречи оба президента Ломбардии и Татарстана Роберто Морони и Рустам Миниханов пришли к однозначному выводу. У наших регионов огромный потенциал для сотрудничества. Вопрос – как он реализован? Явно не на 100 и даже не на 50% говорили участники делового форума «Италия-Татарстан». Еще немного цифр для понимания ситуации. В 2013 году товарооборот между Татарстаном и Италией составлял 3,5 миллиарда долларов. В 2016 он упал до 262 миллионов долларов. То есть мы обвалились в 13 раз. Да, повлияли санкции. Но в Италии в целом и в бизнес-кругах Ломбардии особенно сейчас все больше настроения отказываться от политики санкций. Санкции никому и никогда не помогали, по крайней мере в экономике. Это несколько раз подчеркивал и Рустам Миниханов в ходе визита. Если когда и начинать политику сближения, то сейчас самый подходящий случай. И динамика развития отношений об этом говорит. По итогам 9 месяцев этого года наблюдается рост взаимной торговли почти на 40%. Итальянский вице-президент татарстанской компании «Нефис» Массимо Боннори считает, что это только начало большого пути навстречу друг другу. Своё выступление на форуме он закончил неожиданным слоганом. «Милан – это Казань, а Казань – это Милан». Я здесь имел в виду только то, что и в Казани, и в Милане живут позитивно настроенные люди, нацеленные на результат. Там и тут люди хотят работать много, с пользой для себя и родного города, получать достойную зарплату, и это нас объединяет. Милан – это мировая столица моды и стиля, и родина знаменитых футбольных клубов «Интернационале» и, собственно, Милан. Такое представление об этом городе, на мой взгляд, упрощённое и даже поверхностное. Я бы предложил другую интерпретацию. Милан – это Казань, Казань будущего. Наша столица, а Милан – это тоже столица самого богатого региона Италии – Ломбардии, сопоставимы по населению 1,3 млн, 1,4 млн населения. Ну и кроме того, Милан и Казань – это города, где очень тесно переплетены современности и старина. Ну и ещё, Милан и Казань – это настоящие деловые центры Татарстана и Италии. Взаимовыгодных проектов более чем достаточно. Только в ходе этой поездки нашей делегации в Милан итальянские партнёры презентовали их с десяток. Виторий Фолло, директор компании БиООН, представил проект завода по производству биопластика. Тема сейчас в Европе сверхактуальная. В России пока биопластик никто не производит. Если коротко, биоразлагаемый пластик производится из натуральных продуктов – сахарного тростника, картофельных очистков или других отходов отрасли сельского хозяйства. Из такого сырья получается пластмасса, которая полностью растворяется в почве. С экологической точки зрения тема важнейшая – наши поля и леса засорены страшно, и по большей части именно пластиковыми отходами, которые разлагаются тысячи и тысячи лет. Очень хороший интерес проявил Казанский Орг Синтез, группа компании Таиф. И при этом ещё авторы проекта говорят, что самым удачным сырьём является отходопереработка сахарной свеклы. Меласа так называемая, мы его патокой называем. Свекловичный сахар, говорят, очень хороший для этих бактерий, микробов, которые как раз ферментируют и производят вот эту биопластику. Мы занимаемся, часто изучаем. Технологии не самые сложные, но могут быть трудности с её промышленным внедрением. Поэтому при выборе партнёра в России итальянцы, не раздумывая, предложили идею группе компаний Таиф, у которой серьёзный опыт по внедрению сложных установок. Таиф, как огромный нефтехимический комплекс и компанию, которая успешно внедряет инновации. Татарстан – промышленно развитый регион. Мы готовы обсуждать проект. Пока ведём переговоры, но хоть завтра готовы приступить к реализации проекта. В сфере сельского хозяйства также есть интересные предложения от итальянцев. Компания «Иналка» предлагает создать в республике совместное предприятие. Луиджи Кремоннини считает, что Татарстан может стать идеальной базой для откормочных площадок крупнорогатого скота. В Татарстане большое поголовье, жёсткий ветеринарный контроль. Есть программы по субсидированию сельхозпроизводителей. Президент Мениханов не против, но предлагает двигаться быстрее. Соглашение о намерениях «Иналка» подписали ещё в 2014 году. Сейчас уже 2018-й на подходе. У экономически развитых регионов всегда много точек соприкосновения и тем для сотрудничества. Скажем, в Милане есть крупнейшая частная медиакомпания «Медиасет», основанная ещё Сильвио Берлускони. Для нашей телерадиокомпании «Новый век» — крупнейший в Татарстане. Это не просто пример для подражания. «Медиасет» располагает 11 бесплатными и 20 платными телеканалами. Это ещё и потенциальный партнёр. ТНВ планирует в будущем строить новый телевизионный комплекс. Есть на кого равняться. Рустам Мениханов, Альберт Шагабудинов и Ильша Атаминов с интересом оценили оснащение телецентра. У нас в Итальянске. Особые перспективы сотрудничества у итальянских и татарстанских компаний в сфере нефтехимии и нефтепереработки. Для республики это ведущая отрасль экономики, а в Милане есть такие мощные компании в области инжиниринга и лицензирования технологий, как мэрия Технемонт. Встреча с председателем совета директоров компании Фабрицио Диамата также прошла в ходе визита нашей делегации в Милан. У компании Технемонты и Татарстана хорошие истории отношений, подчеркнул Рустам Мениханов. Тем более, что наша компания ТАИФ имеет амбициозные планы в части дальнейшего развития и наращивания своих мощностей. Еще одна глобальная компания, которая уже давно и плотно работает с Татарстаном и с ТАИФом – шинный концерн «Пирелли». Нижникамскнефтехим поставляет свой синтетический каучук для нужд итальянского концерна. Успешное сотрудничество намерены продолжить и дальше. После деловой встречи в замке «Пирелли» стороны подписали новое соглашение. Документ подразумевает поставку синтетического каучука на следующие пять лет. Насыщенную деловую часть визита президента Мениханова в Милан скрасила встреча с активом Ассоциации культуры «Татары» в Италии. В сухих сводках информагентства обычно пишут по этому поводу. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. И это действительно получилось очень душевное общение о татарской культуре, сохранении языка и традиции татарского народа. В такой далекой, но в то же время такой близкой для нас всех Италии. Смотрите продолжение миланских историй в нашей следующей программе. Мы расскажем вам об удивительном проекте «Маленькой Италии в Казани». Познакомим с секретами итальянской кухни. Ну и наконец вас ждет продолжение знакомства с промышленниками Ломбардии. Не пропустите. А пока к другим темам. Приближается Новый год и вместе с приятными хлопотами и праздниками есть один рубеж для нас, для жителей республики весьма печальный. Можно сказать болезненный, так как слишком мало времени прошло с момента краха Татфонбанка. Всего-то год. А можно сказать и уже год. Год прошел, а дело все обрастает новыми подробностями, обвинениями, эпизодами. Фигуранты по нему вроде все те же, а масштабы возможных мехинаций, к сожалению, только растут. Но мы в этой ситуации хотели бы посмотреть на проблему под иным углом зрения. Мне кажется, иногда это полезно делать. Ведь за рамками уголовного дела остались десятки людей, чьи проблемы с зависшими деньгами в банке, возможно, вообще не будут решены. Несмотря на деятельность специального фонда поддержки. Фактически они остались один на один со своей проблемой, и их хождение по мукам, по различным инстанциям завершается ничем. Впереди у многих судебные процессы. Кто-то в результате может лишиться бизнеса, кто-то и вовсе сам может оказаться фигурантом уголовного дела. Светлана Спирина с непростыми историями о простых людях, для которых ирония судьбы может оказаться не новогодней комедией, а трагедией. Улица Строителей 4Б, что в Нижнекамске практически как третья улица Строителей, что в известном рязановском фильме. Впрочем, и события здесь происходят примерно по сценарию новогодней комедии «Ирония судьбы» или с легким паром. Каждый год, 31 декабря, жители встречаются с проблемами с Татфонбанком. Неприятный сюрприз под Новый год. Лилия Кобирова со своей семьей ютится в этом общежитии более 10 лет. Работает медсестрой в реанимации, а вот помощь сегодня потребовалась ей самой. Год назад деньги супруга зависли в Татфонбанке. В этом году выяснилось, что она, как и еще 500 семей, являются должниками по оплате тепла. И вновь все дело в этом же банке. Чтобы вернули нам наши деньги, масла, которые вельки платили, не отрекаются, любя. Отрекаться от жильцов трех общежитий, что в его ведении, начальник жилищно-коммунального управления Иван Панчин не собирается. Но впервые за 18 лет работы в сфере ЖКХ подумывает об уходе. Дальше невозможно так работать. По иронии судьбы, второй Новый год Иван Николаевич решает проблемы с легким паром. 12 декабря 2016 года оплатили почти 600 тысяч рублей за коммунальные услуги через Татфонбанк. Деньги в банк ушли, но по известным причинам до поставщика услуг Татэнерго не дошли. Реакция последнего была жесткой. ЖКХ включили список злостных неплательщиков. Не беспокоили поставщик и контрольно-надзорные органы только месяц после краха банка. Как бы правительство пообещало в том, что налоги все будут зачислены, проблем не будет. Но начались угрозы в связи с тем, что они перешли в то, что у нас арестовали счета, забрали те деньги, которые мы собрали, непосредственно уже начислили за следующий месяц. Два суда жилищно-коммунальное управление выиграло, но налоговая служба снова арестовала счета за неуплату пени. Сейчас юрист управления Марина Костина готовится к очередному суду. На этот раз Статэнерго. Статэнерго нам регулярно присылает письма о задолженности, угрожает тем, что отключат нам горячую воду. Всего в Татфонбанке у ЖКУ пропали 3 миллиона рублей. Полтора миллиона на счете, еще полтора оплата поставщикам за услуги. Мы в какие инстанции только не обращались. Я спросил у Ясени. Обратились в Статэнерго. Я спросил у Осени. Минстрой. Затем мы вынуждены просто были обратиться к премьер-министру, значит, и к Миниханову, президенту нашей республики. Соответственно, они отписали в Министерство экономики. В итоге спросили мы. Я спросил у Ясени. Министерство строительства в комментариях нам отказало, обещав высказаться после решения агентства по страхованию вкладов. В Министерстве экономики сообщили, что вопрос этого ЖКУ не в их юридическом поле. В итоге мы узнали позицию ведомств из их ответа в ЖКУ. Татэнерго требует погасить задолженность. Министерство экономики отправляет за юридической помощью в рабочую группу по оказанию помощи клиентам банков. Министерство ЖКХ рекомендует обратиться в Республиканский фонд поддержки, а также договориться с Статэнерго с вопросом о реструктуризации долга. Интересно и вот эта переписка Минстрой Статэнерго, что случайным образом оказалось у героев сюжета, из которой, в общем-то, все становится и понятно. Заместитель генерального директора, директор по реализации тепловой и электрической энергии Зверев Олег Игоревич пишет, «Прощать однозначно ничего не будем. Можем не начислять пени и посмотреть по реструктуризации при 100% оплате текущего потребления». Реструктуризация на два года – это фактически повторная плата. Ильдар Субухангулов один воспитывает троих детей и живет в общежитии. Зарплата сварщика – 20 тысяч рублей. Платежи по коммуналке съедают почти 30%. Вообще непонятная история какая-то. Кто-то там что-то обанкротился, кто-то кого-то там обманул в итоге. Остаются, как всегда, рядовые жильцы в долгу. Повторно проплату какую-то сделать люди, естественно, и не в состоянии, и никто и не собирается этого делать. Расплатиться в итоге не со своими долгами Иван Панчин говорит, похоже, придется. Но не за два, а хотя бы за пять лет, если удастся этот вопрос решить в суде. Собирать деньги жильцов снова отказывается. Меня самого за это посадят, говорит Иван Николаевич. Крик души и у предпринимателя Игоря Жукова. Взял грант на открытие бизнеса в центре занятости. Оплатил часть оборудования поставщику через Татфонбанк. В итоге нет оборудования и нет отчета перед государством. Я спросил, у Ясеня. Обратился в Министерство экономики, но ответа я от них так не дождался. Еще был у меня запрос в аппарат президента уже Российской Федерации, который запрос они переслали, естественно, сюда, в Министерство соцзащиты. От Министерства соцзащиты нашего республиканского мне тоже пришел ответ, что по договору все правильно, я все нарушил. То есть я обязан выплатить. Фактически за этот год бизнес его не только не получил развитие, но и вполне возможно окончательно закроется. Впереди арбитражный суд. Вновь ирония судьбы. Не было бы бизнеса, не было бы проблем. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Шансы получить деньги все-таки у Игоря Жукова есть. В Республиканском фонде поддержки с 11 ноября начались первые выплаты юридическим лицам в третьей очереди. Суммы требования до 300 тысяч рублей. На данный момент по этому вопросу приняты 600 заявлений от предпринимателей и компании. 5 миллионов рублей уже дошли до адресата. Сейчас в агентстве по страхованию вкладов находятся документы на переуступку прав требований, уже договоры заключены, на сумму около 17 миллионов рублей. А вообще подали документы на сумму около 80 миллионов рублей. Аналогов этому фонду нет, наверное, потому что аналогичных ситуаций в стране еще не было. Сам фонд был создан по указу президента республики и существует на пожертвования от крупных республиканских компаний. Говоря простым языком, фонд расплачивается с пострадавшими, выкупая их долги у агентства по страхованию вкладов. Возможно, именно создание такого фонда поддержки уже позволило рассчитываться с теми, кто оказался в третьей очереди. Это крик души. Крик души для того, чтобы кто-то пошел на помощь. Неужто не найдется 600 тысяч, грубо говоря, для того, чтобы нас оставить в покое? Нижниканцы в лучшем случае могут рассчитывать лишь на возвращение полутора миллионов рублей, что были на счетах через фонд поддержки. Еще миллион с половиной, что ушло к поставщикам, можно считать пропавшим. Если денег не было на счете, то в реестр агентства по страхованию вкладов они не попали. Нет в реестре, значит нет долга. Поставщикам вот только этого не объяснить. Такая вот юридическая ловушка. Мы пойдем дальше. Мы такую безобразие не отстаивать будем. У Лилии Кобировой в этот Новый год появилась еще одна мечта. И у нее очень красивое и, увы, редкое сегодня имя – Надежда. И опять зачертит ини, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной. И дела зимы иной. Судебный процесс по этому делу состоится 25 декабря. Возможно, он будет первым и последним. Жильцы очень надеются, что по иронии судьбы он не станет для них новогодней трагедией. Светлана Спирина, Андрей Мохов. Семь дней. Это была программа «Семь дней» и я, Тимур Бекмурзин. Встретимся ровно через неделю на телеканале «Новый век». В это же самое время. До свидания. До новых встреч. Семь дней в студии Маргарита Павлушина. В предстоящей неделе в республике сохранится умеренно морозная погода. Повсеместно будут наблюдаться осадки в виде снега. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на северо-востоке республики ожидается облачная погода. В понедельник без осадков до минус 7. Со вторника и до конца недели ожидаются осадки в виде снега. Средняя температура воздуха днем составит около 8 градусов мороза. На юго-востоке республики снег будет идти каждый день. Средняя температура воздуха в течение недели ночью составит до 12 градусов мороза. Днем же до минус 10. А к выходным немного потеплеет. В центре Татарстана будет облачно всю неделю. Ожидаются осадки. Средняя температура воздуха с понедельника по среду днем составит до 7 градусов мороза. В пятницу чуть холоднее до минус 11. А к выходным потеплеет до минус 4 градусов. На юго-западе Татарстана похожая картина. Облачно и снежно всю неделю, но зато чуть теплее. С понедельника по четверг около 6 градусов мороза. В пятницу минус 10. А к выходным до минус 5. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана, сохранится умеренно морозная погода. Ожидаются осадки в виде снега ежедневно. Средняя температура воздуха в течение недели ночью составит до 9 градусов мороза. Днем же от 5 до 9 градусов ниже нуля. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова